Какие последствия, когда мы не строим таких отношений, отношений любви? Вы понимаете, что на самом деле Писание говорит нам о любви, которая не базируется реально на сексуальных отношениях. Понимаете, о чем я говорю, нет? Писание нас учит о том, что любовь, она полноценна, включая все социальные стороны, взаимоотношения. Духовную часть не основывается на сексе только, хотя секс имеет очень большую часть жизни человека. Поймите, да? Однажды я ужинал с одной парой, интересно, в ресторане, и еврейская пара долго уже в служении, и она говорит, слушай, за 25 лет нашей супружеской жизни я узнал, что евреи нуждаются в вещах, такие как секс и кушать. Муж поворачивается на весь ресторан, говорит, я не думал, что еда настолько важна. Вы поняли, да? Весь ресторан. Хотя, чтобы вы были здоровы, да. Хотя и момент здесь очень важен, что любовь, она не базируется на сексуальных отношениях. Любовь включается и социальные, и духовные, и отношения между супругами. И каждый из вас понимает, что вступая в супружеские отношения, или те, кто уже в супружеских отношениях, понимают, что супружеские отношения всегда поддаются влиянию. То есть, такого балансирования в одной стороне нужно поправить, в другой стороне поправить. Это процесс, который сопровождает человека всю жизнь. И самое интересное, что поправки в супружеской жизни, отношениях или же в характере, необходимо делать быстро. Необходимо делать быстро. Проблема, да, проблема в чем? Когда супруги затягивают поправку своих отношений, то есть изменение каких-то частей характера, либо в разговоре, либо в отношениях, когда они затягивают перемену в себе. Хотя понимают, что многие понимают, в каком-нибудь положении, и что необходимо переменам. Особенно мужчины. Они конкретно понимают, что нужно в своей супружеской жизни, но они оттягивают это состояние по одной причине. Потому что они мужчины. А верующие, особенно мужчины, начинают говорить, я шуахав. Ты мне это самое, здесь не давай фокусов. Я себе знаю, что делать. Писание говорит о том, чтобы мы могли прощать. Как прощать? Через два, через три, через четыре дня? Сразу. Поэтому любые отношения в семье должны решаться как максимально быстро. Не кулаком, конечно, да, все побежали, поскакали. Нет. А именно решение должно быть мгновенным. То, что я хочу измениться. Перемены. И не бояться их применять. Многие люди думают, что, о, теперь она на меня повлияла, он на меня повлиял. И теперь будут думать, что я рабыня или раб. Абсолютно нет. Это всего лишь обман, который держит нас от полноты наших взаимоотношений. Мораль Господня такова, чтобы мы могли прощать друг друга. Как Машея простил нас. В супружеской жизни это тоже важно. Если ближний твой, твоя жена или твой муж, то то отношение должно быть правильное. Зачастую чувство, знаете, принадлежности, чувство «это мое никуда не денется» притупляет наше состояние. Наше сердечное состояние. Если до свадьбы или во время ухаживания парня за девушкой, там как бы каждый идет на поводу другого, ну, бывают какие-то терки там где-то, ну, через 2-3 минуты, через день все нормально, то когда люди выходят замуж или женятся, происходит какая-то беспорядочная перемена. Это моя собственность, никуда не денется, как хочу, так ворочу. И притупляются. Многие путают моменты любви и ответственности. Потому что реально в еврейской культуре есть понятие рождения свыше. Мы читаем Мишо, говорит, тебе надлежит родиться свыше. Если не родиться свыше, то не войдешь в Царство Божие. Невозможно. И Никодим говорит, стоп, как я могу еще родиться еще раз? Он говорит, от воды и духа. То есть понятно, от рождения естественно или нет. Но в еврейском понимании существует такое понятие, как рождение в таких восьми стадиях. То есть ты рождаешься естественно, то есть как в мир этот. Потом идет для мальчиков обрезание, то есть это еще одно рождение завета. Потом идет бармитцва, да, то есть еще одно рождение, которое от ребенка, то есть ты берешь на себя ответственность взрослого человека. Ты можешь рассуждать на Торе, ты уже можешь участвовать в чтении Торы, выносить ее, то есть рассуждать о проблемах общества. Потом идет понятие, как ты жених, да, это одно чувство. Свадьба, это одно чувство. Потом рождение, еще чувство такое, рождение, быть мужем. Жених, это одно состояние, муж, это другое состояние. И также следующий опыт, это опыт, который рождается как отец семейства. Это большая разница, я хочу, чтобы вы понимали. Есть понятие, ты как муж, ты озаботишься о своей жене, детей нет, есть взаимное понимание. А потом, когда рождаются дети, нужно уже на два фронта, то есть ты должен работать в разных направлениях. И потом рождение, как уже дедушки с бабушкой, да, вот этот момент. То есть, а? Седьмой, значит, семь получишь, семь. И свадьба отдельного. Свадьба отдельного. Рождение, призрание, парни, жених, муж, отец, дедушка. Свадьба. Свадьба. Ну, жених свадьба. Да. Жених и свадьба. Может быть, нет, но пускай были даже семь. Но эти чувства... А может быть, между обрезанием и бармицвой есть такое понятие, это становление сыном? То есть, мы нас в знании... Ну, это бармицва, это есть бармицва. Нет, это есть бармицва, это сын заповеди. Я думаю, что это нормально. Поэтому, как бы, вот это рождение, рождение... Как бы, такое обновление, рождение, как бы, понимание должно приносить Божьи моральные устои. Если его нету, то будет проблема. Нужно решать вопросы быстро, да. Как приходит Иосиф к своему будущему тестю, говорит, Абрам Львович, я знаю что-то самое. Вы человек богатый, у вас есть свои тандарты, но хочу вашу сару взять в жены. Он говорит, ты мне скажи, что ты можешь сделать? Я сейчас ничего не могу сделать, я учусь в Ешиве. Он говорит, ну хорошо, ты выучишься, как ты будешь зарабатывать. Я стану маленьким ребом, и кто? Бог усмотрит, Бог усмотрит. И потом, когда ты станешь дальше, он говорит, ну не знаю, вот Бог усмотрит. Как ты собираешься кормить свою семью? Бог усмотрит. Ну, на сару нужно, как бы, одевать, квартиру нужно иметь. Он говорит, ну Бог усмотрит, Бог усмотрит. Он говорит, ну смотри, нужно хотя бы раз в год выезжать в отпуск. Бог усмотрит. Сара, давай эту самую сторону. Говорит, слушай, этот шлапер, говорит, такой странный, говорит. Все у него, говорит, Бог усмотрит, Бог усмотрит. Ему надо все это обеспечить, он Бог усмотрит. Говорит, я тебя отдам замуж. Он говорит, папа, за что? Он говорит, дело в том, что он меня богом называет. Да, то есть как бы хорошая парня, но он меня богом называет. Понятно, что папа за все позаботится. Здесь нужно решение быстро принимать в еврейской культуре, даже решение, оно должно быть быстрым, потому что само состояние еврея или еврейской семьи, оно включает в себя исполнение заповедей. Любить жену, это заботиться о жене. Когда мы получаем договор, так мы называем по-еврейски, это брачный договор, там написано, что я обязуюсь обеспечить тебе жильем, одеждой и так далее. То есть, это как бы обещание. Но на самом деле, туба является поводом для развода. Для развода. То есть, если я даже оставлю, то тебе оставлю все остальное. Это письмо было дано Моисеем вожесточение, когда люди не хотели решать вопросы. Но в Новом Завете Ишуа говорит, что так не должно быть. Ты женился, ты берешь ответственность. И должен решать вопросы. Конечно же, очень сложно вопросы решать, когда верующая или неверующая семья. То есть, понимаете, да? Когда кто-то из них неверующий. Тогда законы Божьи, они не становятся реальны для этого человека. Грешники что делают? Грешат. Поэтому очень важно и очень нужно для общества, особенно верующих людей, богобоязненных людей, выбирать себе жену или выходить замуж за тех, кто в твоем обществе. Я не говорю о ограничении какой-то общины. Поэтому существует много общин. Поэтому мы и ездим в гости друг к другу. Потому что мы хотим, чтобы сохранилось это состояние внутри общины. Я вспоминаю, как одна старая еврейка говорила, говорит, папа мне заповедовал одну вещь. Говорит, посмотри. Говорит, вот построили новый большой мост. И чтобы испытать этот мост, нужно, чтобы проехал поезд. И в поезде 40 вагонов, как поколение. Да, поколение. И говорит, ты в этом поезде всегда как вагон. И чтобы проверить, нужно поехать. Нужно пройти этот жизненный путь с одной стороны на другую. И когда едет этот паровоз, вот пошел первый вагон, второй, третий, уже тридцать девятый. И вдруг на сороковом вагоне мост обрывается. И этот вагон начинает тянуть весь паровоз вниз. Он говорит, так и ты. Сегодня, она девочка была, говорит, ты сегодня последний вагон в нашем роде. И не дай себе возможности оборваться, чтобы потянуть все на дно. Все, что тебе дано родителями, храни до конца. Понимаете, да? Здесь у нас есть праотцы, которые стали примером для нас. И я бы не хотел, чтобы мы стали последним вагоном, который может оборваться. Поэтому, сохранив веру до конца, нужно двигаться вперед. Что можно еще сказать? Есть какие-то вопросы по этому? Физиологически необходимо морально подходить к чувствам супругов. Очень важно, чтобы каждый супруг имел чувствование физиологического состояния и себя, и партнеров. Есть времена и сроки, когда возможно иметь близость, когда нельзя иметь близость. Есть духовное состояние. Духовное состояние. Очень важно тоже в супружеских отношениях иметь духовное состояние, когда мы делимся или мы соприкасаемся с духовной жизнью одинаково. То есть, когда люди ходят в одну общину, или же, Бог говорит, не в одну общину, а имеют одно основание веры, тогда легче иметь духовный подход друг к другу. Мы знаем, где мы находимся, мы знаем, что мы требуем, но также и в данной ситуации есть свои проблемы. Чаще всего в семьях тон задает жена, да, и в еврейской культуре тоже можем сказать. Жены, которые заботятся о своих детях, они фактически до бармитцвы обучают детей, они заботятся о детях. Папа, конечно, ведет все это как личности в семье, но забота о маме очень большая. И на нее полагаются очень большие ответственности. Понимаете, да, о чем я говорю? И даже уже в мессиянских общинах, либо в церквях, тон задает духовности сестры, жены. Причина есть двоякая. Первая причина, как говорится, в том, что Адам, типа, был ответственный за духовный рост Евы, он попал. Ева, ничего страшного, пролетела, как бы нормально, ей не было сильно большого наказания. Для Адама было большинство. Вторая часть, вторая часть, это то, что на самом деле сестры, они открыты к Божьему духовному действию. Мужчины, они те, которые приносят хлеб в дом. Всегда так было. Они работают, их задача найти хлеб, забота о доме, работа, работа, работа. И духовная сторона, она притупляется, как бы. Поэтому сестры становятся балансом для мужчин. Я скажу так, что из моего опыта 90% мужчин, которые приходят в общину, они только приходят по одной причине, как бы чаще всего это не сам интерес к религиозной деятельности, а потому что когда-то в жизни они покаялись, что-то произошло в их жизни. И жены, и все вместе, как бы это общий семейный обряд посещения общины. Это является одним из самых больших минусов для любой общины, либо церкви. Наоборот, мужчина должен стать священником, который будет ввести свою семью к Богу. Это его задача рано утром не делать омлет или же что-либо, завтра кофе. А его задача приготовить атмосферу дня, помолиться за детей, помолиться за жену, помолиться за благословение. Даже в шаббат, когда хозяйка дома зажигает свечи, отец произносит основные молитвы над детьми, над женой, покрывая ее талисом. Я знаю, что многие из вас не знают сам процесс, может быть, шаббата. Но на самом деле, когда идет благословение над женой, он покрывает ее талисом и произносит благословение. И читает вслух 31 главу притч. Потому что наш благочестую жену нашел что? Что нашел? Ой, сокровище. Что-то вы понимали. И это важный вопрос. Также женщины, они воспитывают своих детей, особенно девочек, как относиться к мужьям. Поэтому баланс очень должен быть духовный. Почему Писание говорит о том, чтобы выходить замуж за своих по вере? За своих, те, кто ближе к тебе. Не запрещается Писанием жениться или уходить замуж за других людей. Вы понимаете, да? Не запрещается. Хотя ссылки на Ветхий Завет мы делаем, где Бог говорит, слушай, не сливайся, не нужно тебе с другими народами сливаться. То есть, со своими. И это как перекочевалось в Новый Завет или в церкви, чтобы принято в церкви своей или в общине там жениться. Но это не является законом. Понимаете, да? Брак должен состояться на чем? Основан на любви, в первую очередь. На любви. Но, опять же, любовь какая? Вот здесь разбираться нужно. Зачастую внешность, она всегда обманчива. За внешностью стоит воспитание. За внешностью стоит целый род, наследственность и так далее. Есть выражение такое. Хочешь посмотреть, какая твоя будет жена? Посмотри на свою тещу. И это очень важный выбор. Очень важный выбор. Как говорится, когда ты покупаешь дом, ты не покупаешь свой дом или квартиру, ты покупаешь соседей. Когда ты женишься, ты женишься не только на своей жене, ты женишься и на тещу. То есть, она либо будет у тебя часто дома, либо ты у нее вызывать. То есть, кто впервые, кому придет первым. Это очень, очень момент такой, сложный на самом деле. И духовная часть должна быть очень корректирована. Я верю, что в общинах задача сестер, которые в пожилом возрасте, в Писании говорит вдовице, учить молодых сестер, молодых девушек, как любить своих мужей. Как любить своих мужей, как их уважать, что нужно делать, как отношения. Это должно быть необходимым частью общинского жени. Но у нас проблемы. У нас каждый думает по-своему. О том, о чем мы говорили, влияние теории Дарвина к гуманизму влилось в наше подсознание так сильно, что феминизм стал сегодня таким пробивным движением по всей земле, что не является библейским движением. Я понимаю, что сестры немножко могут обидеться на нас, на мужчин. Что все в общинах, особенно в нашей общине, братья заняли основные позиции. Ни одного пророка там нету, ни одного там как бы... Послушайте, вопрос не позиции, вопрос отношения. Я понимаю, что сестры, это одно из творений Божьих, которые Бог использует в служении. И мы должны быть открыты в служении, обязаны. Но мы понимаем, что есть покрывало, которое Бог установил в общинах, это духовное покрывало, это братья. Когда братьев или мужчин ущемляют сестры своим желанием служить и пробивать, идти на баррикады, они спокойно уступают. Почему? Потому что они не хотят конфликтов, не хотят этой вопроса. Хотите поузнавать, как женский вопрос решает свои дела, пойдите на привоз. Ты покупаешь что-то, и говоришь, слушай, вы перевесили, тебя откроют хай такой, что вы уйдете на другой завод уже. Поймите, что это проблема того, что мы говорили. Дарвинизм развил гуманизм, которое в свою очередь пришло к солидарности. И Клара Цеткин сделала специально это самое, женский день. Да, на Пурим. В речном союзе культ матери наслаждался, на какого вы семей? Я думаю, что ты прав, что культ в Советском Союзе наслаждался матери, потому что Вторая мировая война унесло столько много мужского населения, что женской половине им необходимо было взять это в свои руки. Но, знаете, когда мужья пришли или мужчины пришли, то им не захотелось уйти с этих позиций. И так же бывает в общинах. Поэтому, если вы увидите ортодоксальные общины, они консервативны за счет этого. Там конкретно сёстрами, женщины, они подчиняются под мужчин. И мужчина становится главенствующим. Не в смысле того, чтобы ударить кулаком, что сказал, то и будет, а то, что идет гармония. Духовная, на самом деле, гармония. Если мы понимаем духовное Писание, мы подчиняемся безпрекословно. Потому что есть вопросы, которые сёстры решают лучше, чем мужчины. Да? Реально. Лучше, чем мужчины. Поэтому, если гармония существует, то они сделают это как благодарство, как ответственность за семью. И не будет упрека. Чаще всего начинаются ссоры в семье даже не на духовные темы, а на плотской. И заканчиваются на духовные темы. У нас проблема. Дети это делают, то у нас не случилось, это не случилось, то по причине. Мы не молимся, мы не ходим в общину, или там, мы там не читаем Писание, молитвы, все что-то. Виноват ты? Почему я? Слушай, я пытаюсь, а ты как бы вся занята. То есть, ответственность мужчины взять духовную сторону, но не перегибать палку в этих отношениях. кто из вас был в оперном театре, или же слушали этот концерт в симфоническом? Были, да? До того, как начнется в конце. Что происходит? Настройка. Настройка. Семейные отношения похожи на при концертном состоянии. Впереди, как она в гармонии будет, начинается настройка инструмента. И каждый настраивает его по-своему. Нервы тоже сдают, я понимаю, но для этого есть покаяние. Чтобы вы понимали, в концертном, даже когда настраивается при концертном настрой идет, если будет тромбон настраиваться, или еще другие тяжелые инструменты, то в спин... Свой порядок настройки. настройки. Физически. То есть, есть уховный настрой, а есть внешний настрой. Как вы считаете, от кого зависит послушание жены? Нет. Послушайте. Вот такой вопрос как бы интересный. Видно, что интересует. От чего зависит послушание жены? Интересный вопрос. Послушание... Если мы физически... ... Понятие, что мы уже... Муж замечаете, как выглядит жена, как выглядят дети. Одна из таких неглазинов... машина... машина... ... ... ... на свою светской я по какой-то причине то есть духовное состояние так они для одних где это дело для и по тебе семья не интересует ты работал всю ночь на кого на семью будущее можете похрапывать вы поймите что послушание жены особенно если это церковное понимание послушание семьи я сказал ты сделал непрекословно как бы такое подчинение описание год о чем что без слов мужья будут приобретаемы что это значит сокровенное сердце человек без слов будет приобретаем и не помните что язык это какое у нас неудержимое он находится между такими членами нашими что рот открывается несется что хочешь что попало и если есть язык не обуздан то есть не привязан к нашему разуму не привязан к нашему сердцу не привязан к торе то мы будем говорить то что мы хотим и то что мы слышали все то что мы что то что мы выливаем в семью мы принесли в эту семью извне вы поймите я воспитал был по одному моя жена была воспитана по-другому и два разных момента мы сливаемся вместе мы создаем новую семью но в не в эту семью мы приносим то чем мы базировались всю нашу прошлую жизнь по ним поймите да и создается новые условия но если эти условия будут в наших семьях одинаковые вот тора до подписания они будут одинаковые что мы будем воспитывать наших девушек наших наших детей наших девочек в правильном направлении что мама будет говорить что муж это глава семьи что к нему нужно уважительно относиться этот момент где мы говорим 10 таких на напутствии на жене во время хупы что когда муж приходит да накорми его пусть будет это не говорится что он голодный тебе дай ему сосиску давайте не об этом говорится а говорит о том чтобы ты готова то есть приготавливайся к встрече с мужу одного типа мужа спал не кричит корми мужа говорится еврейская мысль идет ты делай это делать бог твой муж при приготовься приготовься приготовь его встречать как при о 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 у о это когда это хвалишь она чего начинает возбуждать как бы искатьقي гордость и дажеіче славия че славие поэтому и даже etc это пару ты хвалишь этот они говоришь правду ты его возьми ты превозносишь до но до И говорит, друзей его не осуждай. Правильно, да? То есть момент здесь учит девушек отношение к мужу. Но так как феминизм и безбожие, которое у нас было 70 лет, привело нас к тому базарному состоянию. Ты пошла, да пошло, да пошли все. Надоело все, хлопнул дверью, разбил кувшин на голове. И все, до свидания. Я тебе это сам. Если я приду, у меня будет кипа с этой стороны. Я буду любить. Если я приду, у меня будет кипа с этой стороны. Ко мне лучше не подходить. Если ты придешь, у тебя будет кипа даже хоть к любой стороны. Ты увидишь, я буду руки на боку. Мне все равно, где твоя кипа. Этот момент, он присущий именно в советское время. Не хотели. Я верю, что гармония в женской жизни необходима. Как бы сказать, важно для взаимоотношений. Как вы думаете? Внешность очень важна, нет? Важна. Когда мы, даже в супружеской жизни, внешность очень важна. Зачастую, бывает такой момент, что когда ты еще молод, молоды мы были. Мы, я не знаю, были фонтаны, не фонтаны. Но есть, 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 в Одессе есть такая присказка, не фонтан. Да? То есть, знаете, откуда это произошло, да? Кто знает, откуда это произошло? Не фонтан. Воду возили. Неправильно. 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 Во время, когда остановилась Одесса, французы приехали и делали скважины, чтобы доставать воду. И если вода была вкусная, сладкая, там, те бюветы, да? Вонючие. И фонтан. Поэтому, говорят, или фонтан, это в Одессе, только в Одессе. Ну, это с Одессы пришло, но, говорю, это вышло с Кишинева, это же недалеко. Или что-то не состоялось, как было там в вечеринке, а, да и фонтан. То есть, никакая. То есть, удовольствие не было. В семье тоже бывает фонтан, бьет ключом, либо не фонтан. Как прошла ночь, не фонтан. То есть, от чего? Потому что взаимоотношение от ваших взаимоотношений зависит. Несколько факторов. Это внешняя. Внешность. Очень важно. Личная, как бы, привлекательность. Влечение. Поведение. Очень важно. В супружеской жизни. Муж обнял жену, говорит, что ты пристал? Отцепи от меня. Поведение. Уже ничего не хочется. Да. Либо, это самое. Муж работает, весь грязный, а жена подходит. Слушай, ни вида, ни величия. Отцепись от меня. Быть, знаете, такое выражение, как бы, теплым. Теплые отношения. Готовеньким. Тепленьким. Готовенькое. То есть, быть открытым в теплых отношениях. И важно в семье быть дружелюбным. А дружба в себя вмещает то, что есть, можно повеселиться, можно посмеяться. А также, если даже бывает обида какая-то, да, то дружба, любовь, она покрывает. Любовь покрывает что? Множицу греха. То есть, если я сказал, буркнул на свою жену, грех или нет, то любовь покрывает это. Если я не вынес мусор, пообещал, не вынес мусор, то что делать? Любовь что, покроет это или не покроет? Покроет. Понимаете, да? Но если ты не выносишь мусор уже в течение недели или двух недель, и это все стоит и воняет, то уже это начинается переход уже на другое состояние. Духовности. Благоухание святых начинается. Поэтому нужно думать об этом. Вы должны понимать, что если мы приступаем к все эти нормы, которые Бог установил в Писании, мы нарушаем тот баланс, и это приносит к разрушению своей семьи. Мы опять вернемся к тому подчинению жены мужу. А очень важная часть подчинения – это то, что Павел говорит. Мужья, любите своих жен. Равшаул об этом говорит. Вы должны любить своих жен. А любить жену, то есть ближнюю своему, начинается с того, как ты любишь себя. Как ты хочешь, чтобы к тебе жена относилась, относись к жене так же. Почему я говорю об этом? Послание, которое говорит. Отношение. У нас такая же отношение. Теперь на свою семью. И сейчас я говорю, что я не буду делать. Вы поймите, что это процесс, который изучается. Будем говорить так. Хочет ли Господь, чтобы мы правильно себя вели в обществе? Как вы думаете, наслаждается ли Господь, когда мы внешне, наш внешний вид, он опрятен? А нам все равно. Я понимаю, что ты в Африку поедешь, что самое, там только нижняя часть скрыта. Я не знаю, ли ты был в Африке. От того, что ты говоришь, наверное, картинок-то смотрел. Я хочу, чтобы я понимаю. Тебе любимое рассказало. Я понимаю. Это тоже как бы... Поэтому она в Африке уже не живет. Вопрос именно в таком состоянии. Господь желает этого. И еврейская мудрость об этом говорит. О том, чтобы мы правильно приходили перед Господом. Даже священники, которые входили во святая святых, они не имели права иметь одежду, которая была выше щиколотки. Это было смертеноподобно. Поэтому, когда мы говорим об Вьоханане, да, который погружал людей, папа, наверное, с мамой Захарии, с Селишевой, сказали, Боже мой, что мы вырастили. Но еврейская семья так не поступает. Они не растят детей без клопоту, без мозгов. Это может быть в советское время, и в постсоветское, когда до наркомании захватились, и было безбожие. Но в то время это не было так. Разве Бог не хочет, чтобы мы улыбались, то есть мы привлекали присутствие Божие? Даже когда мы говорим молитву Аарона, там говорится, чтобы Господь повернул свое лицо к нам и улыбнулся. Господь улыбающийся. Другое место говорит, поцелуйте сына, чтобы что? Отец не разгневался. Что это значит? То есть иметь расположение. Когда мы приходим в общину, и нам даже все скучно, что это пришло? Что это делается? Но когда мы улыбаемся, когда мы располагаем к себе, когда мы протягиваем руку друг к другу, когда мы имеем общение друг с другом, тогда крома шейха очищает нас от всякого греха. Почему? Когда мы протягиваем руку, как рука завета говорит, приветствую, хорошо, тогда мы располагаем отношение друг к другу. Если мы располагаемся друг к другу, то также мы расположены к Богу. Это взаимное состояние. И община – это проявление здесь Господа на земле. Скажите, ой, папа вроде бы римский, это на месте Господа на земле. Нет, абсолютно. Кагелат – это здесь община. Мы здесь – тело Христово. Мы здесь – тело Мессии. Каждый из нас, как живые камни, создаем как что? Дом духовный. Мы здесь – если мы не имеем скрепляющих сил, то это будет проблема. Это как и в общине, мы говорим, это мишпуха, которая общинская, также и это проектируется на мишпуху, которая в семье, на настоящей семье. Если у нас нет отношения между своей женой, то и приходим в общину, то это будет сразу чувствоваться. Аминь? Приведем к этому следующему классу. Мы говорили о том, что есть последствия, да, когда мы неправильно используем Божью мораль. Все равно человек есть человек, да, вот этот момент инстинкта, или же то эроза, которая поднимается во многих из вас, из нас, оно всегда существует. то ли мужское, то ли женское состояние, оно всегда происходит. И когда не... Это не... Это... Послушайте, я говорю о вещах, которые очень серьезные и шокирующие, может, для многих и многих из вас. Может быть, даже неприятно слушать такие вещи, но реальность такова, что сексуальная революция 60-х привела нас к бедствию такому. Ужасному бедствию. Наркомания. В наркомании, говорится, отключается голова, все остальное начнет работать. Все эти вещи, они заставили наше общество стать на колени, да? На колени перед, можно сказать, искушением, которое каждый день окружает нас. И если мы отходим от Божьей морали поведения, мы насаждаем в себе проблемы. Очень часто существует такой момент, как бы, попыток. Я не знаю, насколько истинна есть такая история, которую я слышал, что в советское время религиозное подсознание было утрачено у еврейского народа. Люди знали, что такое, может быть, как ханука, там, как бы, праздник, и мацу ели, но не все, как бы, седр, все мацу где-то сделали, кусочки там. И бармитцва для мальчиков оказывалась попытка входа в взрослую жизнь. То есть, я не знаю, насколько это правда, еще раз, но я слышал, как некоторые евреи говорили, что для меня бармитцва была тем, что папа с мамой сделали день рождения, и в эту ночь сняли проститутку, и я стал мужчиной. То есть, понимаете, да? Вот это, люди говорили, вот это моя была бармитцва. Реальность к чему приводит таких вот экспериментов? Акспериментирует молодежь сегодня очень много. И как сексуальная революция, мы говорим так, которая пропагандируется через MTV, через фотографии, через гламур, через все, через телевизор, она толкает молодежь на тот момент, как изучить свои отношения, то есть, испытать. Одно из негативных последствий таких вот попыток приводит людей к простой проблеме. Это становится привычкой. Да, очень много семей, женщин живут под страхом потерять своего мужа и не могут ничего сделать по причине того, что он гуляет. Бабник, откуда все начинается? Начинается это все с того момента, когда люди приступают мораль Писания. Мораль Писания. Если в Ветхом Завете парень, который соблазнил девушку, даже если он ее любил, и все произошло у них до хупы, будем говорить так, либо они должны были сразу жениться, то есть, без всяких этих вариантов, никаких вариантов, либо на небеса обоих. Да, причем это самое, жениться без всяких вопросов. Красиво, некрасиво, это твои уже дела. То есть, это должен был сделать. В современном мире, даже к большому сожалению, среди еврейского народа, происходят вот такие вот попытки исследования. Знаете, еврейский народ любит за себя делать всякие истории, всякие рассказы. Я бы читал один рассказ, который приезжает молодой еврей из местечка в Одессу, и еще не женатый, но как бы все оно хочется, и не знает, как спросить, где публичный дом. Стесняется, молодой, и подходит к одному еврею, говорит, скажите, Ребе Шлома живет на улице Польская, 19? Говорит, кошмар, молодой человек, что вам в голову вышло? Там же публичный дом. Ой, я же не знал, извините, я думал, что он там живет. Знаете, узнай, где. Момент этот очень опасный для любых поколений, независимо от того, пожилое поколение, либо молодое поколение. Когда мы узнавали, что наши друзья приступали к завету, и они имели себе любовниц, либо любовников на стороне, это был кошмар, конечно, когда до свадьбы люди сходились в сексуальных отношениях. Для нас было очень больно, всегда очень больно. Самые близкие друзья, особенно верующие, всегда это было большой раной для нас. И Михаил Давидович, это мой тесть, Татьяна один раз позвонила, к нему говорит, папа, мне так плохо, потому что самые дорогие друзья вот так попали по полной программе. И он сказал простую вещь, говорит, доченька, как говорится, любви все возрасты покорны, но также и искушения в жизни каждого человека приходят независимо от возраста. И Павел говорит так, противостаньте дьяволу, противостаньте искушениям, и они от вас идут. Каким образом можно восстать против этого? Это самоконтрольное, самообладание. Поэтому любые попытки экспериментировать в своей жизни с сексуальными отношениями всегда заканчиваются проблемой. Грех, такой, как мы называем, блуд, такими словами, он имеет в себе двойную сторону, как монета с двух сторон. С одной стороны, это духовное состояние, когда народ, блудя, уходит от Бога, и другая, это блуд против собственного тела, то есть наказываешь сам себя. Притча об этом говорит, царь Соломон говорит о том, наставление сыну своему, что не делай так, это женщина, за которой ты пошел, ее ноги тянутся куда? В ад, в преисподнюю, то есть вовлекаясь с ней, ты тянешь всю свою жизнь в преисподнюю. Молодежь сегодня читает, что это всего лишь попытка, Бог прощает, Бог милущий и без проблем. На самом деле Бог прощает, на самом деле Бог прощает, но данный грех, данный грех, он в себе имеет закон, знаете, вот самонаказания. Блудник говорит, что он грешит против собственного тела, против собственного тела. Бог прощает, Бог прощает любой грех, царя Давида Бог простил, но он нанес себе автоматическое наказание. Он нанесет. Поэтому многие люди, когда думают, что даже они уже повенчаны, повенчаны, или помолвлены, помолвлены, и до свадьбы остается буквально несколько дней, и как будто мы же муж и жена. Официально нет, муж и жена. Имеют секс, скажут, что такого, все равно оно хлынет. Я не знаю насколько, но очень большой процент людей, которые беременеют, до свадьбы, либо до официального расписывания, они теряют своих детей. Я не знаю, в моем опыте, как служитель, как раба, почти все люди, с которыми мы общались, которые говорили, у нас такая ситуация, я забеременела, у нас было отношение до свадьбы, и так далее. Они теряют первого ребенка. это уже есть как проклятие, то есть наказание, которое тяжко как папы, так и для мамы. Одно наказание. Царь Давид потерял своего сына. То есть есть закономерность, правда? Поэтому такие попытки, они не заканчиваются успехом. Технически такое изучение до брачных отношений вносит в брачную семью жестокость, насилие и всегда желание получить что-то, чтобы удовлетворить свои нужды, вместо того, чтобы отдать. Равшау говорит такие моменты, что и теперь не жена владеет своим телом, но муж. Так же и муж не владеет своим телом, но жена. Это не означает, что есть насильные отношения. Это означает, что мы отдаем, даже если у нас какие-то чувства не совсем правильные, мы отдаем для того, чтобы была гармония. Люди, которые вовлечены до при свадебном отношениях, всегда сфокусированы на личность противоположного пола, на его тело, вместо того, что это личное значит для него. любить девушку, Бог говорит, или же парня, и лечь с ним в постели, это две разные вещи. Я понимаю, о чем я говорю, я понимаю, что об этом не учат в общинах или в церквях, но это необходимое понятие нужно каждому человеку. Даже если ты еще не женат, не был ни разу женат, тебе нужно понимать, пойти в постель с ним, экспериментировать свои чувства, выплеснуть, и любить девушку две разные вещи. Потому что когда ты говоришь, почему ты переспал, так я же люблю ее, это не означает, что ты любишь себя. Когда я лег в постель с девушкой, я делал несколько вещей. Я хочу удовлетворить свои чувства без желания ждать. Я не хочу ждать, я хочу сейчас и удовлетворить все свои нужды. Ложась с ней в постель, это означает, что я использую тебя как инструмент для своего удовлетворения. Ничего более. лечь в постель означает, я люблю себя, то есть мне безразлично все твои чувства, что ты о себе думаешь, я о себе так хочу, для себя. или другой момент, я хочу просто развлечься. Что означает, я люблю девушку, я люблю означает, что я буду ожидать. Настоящая любовь, она будет ожидать. Помните этот мультик? Я твоя навеки. Ваня, да. Я ваша навеки. Любовь означает, что ты для меня навсегда, нет ограничений, у меня другого выбора нет. Это означает, что моя дружба с тобой будет навеки. Когда на еврейской свадьбе разбивает стакан, я знаю, что по традиции это как бы напоминание нам о разрушенном храме, потому что однажды во время веселой свадьбы арабе сильно возмутился и сказать, как вы можете веселиться, когда храм наш разрушен. То есть после этого пошел этот момент разбивать бокалы и все остальное. Поэтому в России тоже разбивали рюмки и все остальное. Веселились, потому что они не понимали, что это делать. в Питере получается, где вот это вот монстр там перевалюция и там как бы место делать свадьбу проводят. Набережная вся в этом стекле. Разбивают, да. И прямо вот в реке получается видно через воду там этого стекла но но есть как бы традиция но реально смотрите если вы помните что это означает для меня когда мы делаем кедуш это бокал с вином выпивает невеста потом потом выпивает жених и вино всегда является заветом то есть все мое твое твое мое мы с тобой навеки и чтобы подтвердить что ты навеки ты разбиваешь стакан или же рюмку из которой пили двое из этого стакана уже больше никто не может пить понимаете да это это и любовь настоящая говорит о том что из нашего завета уже никто не сможет пить вы понимаете да все же ты списываешь что-то любовь к девушке означает что я никогда не не остыну тебя любить хотя многие говорят пошла любовь помяли помидоры и помяли тоже тут потоптались потоптались все ничего не осталось вы понимаете да потому что повять помидоры могут потому что не поливаешь а потоптать потому что знаешь злость ненависть и я встречал молодых людей которые или же взрослых которые говорили слушай я не знаю что это меня так я жену свою не люблю что-то она раздражает надоело все тут деву одну женщину встретил слушай как будто первый раз вот это состояние бабочки внутри во мне возбудило такой страсть я об этом постоянно думаю все я чаще всего спрашиваю какие же ваши отношения были до до свадьбы с женой ну вот мы встречались все эти чувства такие были все были отношения до свадьбы ну да мы поэкспериментировали как бы это нормально все мы потом женились и вот это чувство как будто оно притупилось а вот это прошла любовь я говорю посмотри внимательно когда ты встречаешься с девушкой и особенно когда ты первый раз взялся за руку у тебя чуть ли не отсюда все опустилось ниже колена и ты думаешь это любовь когда тебе родители не запрет где ты ходишь а ты еще за углом с девушкой обнимаешься это чувство возбужденности таких особенных чувств внутри трепещет все запретный плод он сладок когда у вас даже почувствуете мораль божью и вы сошлись в постели вот это чувство как бы запретного вы прятались как и все вот эти чувства ты переживал и ты считал что это твоя любовь этот молодой человек говорит слушай ну да и когда ты встретил эту свою вторую девушку что ты сделал ты то же самое приповелся на том чтобы тебя никто не видел и говорит это состояние адреналина который выливается что ты тебя не видел вот ты с ней постоял и ты так раз ааа это самое опять все ниже ниже да ниже планки все упало и потом когда ты поцеловался главное чтобы никто не видел это самое и эти чувства ты опять принял за любовь что не является истиной эрос не может эрос должен работать в паре я хочу сказать что божий план и божья мораль она не должна быть нарушена никакого случая когда нарушается божья мораль мы мы не мы не можем понять полноту любви на самом деле любовь это не чувство которую ты переживаешь первый раз и там твои желания лечь в постель любовь это долгосрочное посвящение и желание перемен потому что каким я был когда мне было 18 лет и каким я сейчас две большие разницы моя любовь которая была выявлена в 18 или там 20 лет и которая рождается сейчас две большие разницы ну понимаете да люди говорят братья там или сестры я перестала любить своего мужа перестала любить свою жену что-то мне не хочу домой идти там начинаются скандалы все что ты делаешь для того чтобы убрать эти скандалы что необходимо сделать ну люди разгорают подзаливают но что нужно сделать поймите что покрытия каких-то ошибок недостаточно нужно что-то что-то сделать нужно сделать еще по понятию уважения второй половины настоящую любовь проявляет уважение к другой половине знает ее нужды ты принес цветы для своей жены внезапно в течение там 5 лет ты не носил ты вдруг принес цветы и скажешь что случилось понимаете да но на самом деле это возбуждает какие-то уже другие отношения чувства любовь это не просто внешняя позиция это проявление внутреннего состояния человека внутреннего состояния человека да чем знаете что в законам вообще запрещено иметь многоженство да но реально реально вот такие вот исследования или попытки взаимоотношения до свадьбы там иметь много партнеров пробовать кто из них подойдет тебе побуждает человека к пониманию как многоженству многоженству понятие да можно иметь запись в одной жены но и на самом деле носить деньги и все другое другое я понимаю это 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 каждая бы убила бы я понимаю но вопрос же не в этом мы видим что проблемы или же не проблемы испытания и трудности приходили в жизни патриархов которые попадали в сети вот это многоженство приносилось приходили проблемы а если сегодня даже люди которые живут в таком гражданском браке у них все равно есть желание еще искать себе молодых либо не молодых каждый возвращается по своему пониманию и это проблема которая сказывается на всю семью на детей и это проблема именно физическая и духовная мы видим что Авраам имел проблему конкретную проблему с сыновьями по той же причине я понимаю что в то время нужно было размножаться и все остальное но проблемы принесли много проблем Яков мы видим проблемы которые пришли в его жизни из-за той же проблемы царь Давид шлом и мы видим что это проблема брихаташа в новом завете говорит о том что кто епискосов желает то доброго дела желает то есть кто хочет быть служителем хорошее дело но ты должен быть муж одной жены ты не знаешь что ты как многие интерпетируют ты должен был один раз быть женатый не в этом говорится а говорит муж одной жены чтобы угождать чтобы ты заботился о своей жене если ты можешь заботиться о своей одной жене и своих детях то ты сможешь быть способен заботиться об общине понимаете да потому что у нас община одна а не две не три не четыре я понял что многие наслаждают еще другие апостолы но если мы не сможем заботиться о своей одной жене о своей семье то мы не сможем заботиться о полноте. Вопросы? Может ли рассматриваться, вот вы сказали, что вдруг муж уносит деньги другой, а там это самое... и так далее. Что, 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 что не понял? Ну, комментарии к тому, что, допустим, причины того, что муж уносит деньги к другой, а приходит к своей жене, может ли рассматриваться это однозначно досторонне? Может быть, как правило, в большинстве случаев причина может быть немаловажно и самой жене, что муж уходит, относит деньги к другой. Посмотрите, причин может быть много. Вопрос не в этом. Причин может быть много, но реальность, ты женат на жене, которая у тебя есть. И то чувство, что ты разлюбил ее, и не... Ну, как бы сладко, я буду выражаться, не канает. Понимаете, да? В первом случае, чего ты на ней женился? А если тебя на ней женили, потому что ты там, как бы, извините, она дочь какого-то была, председателя коммунического партии, это самое, а ты попал, потому что это самое, папа застукал, ты это самое, женился. Извини, попал, это твоя, ты должен нести. И прилагая усилия, любить свою жену. Никто не снимает от ответственности. Проблема, на самом деле, твоя. Так же, с таким же успехом он может продолжать любить свою жену и носить деньги другой. Да, если это верующий человек, я бы это самое, сделал бы секир, попал на это самое, помидоры, и как раз было хорошо. Он нашел вдову, которой нужно помогать, да? Это тоже, есть разные извращенцы, слушайте, на самом деле, я встречался, я встречался с очень разными людьми, которые больны на голову, на самом деле, имея вид благочестия, но осилой от Божьей отрекшись. Великие благодетели, утешители вдов и так далее. Павел об этом говорит. Они врываются в ваши дома, возвращают ваших жен и так далее, и таких удаляются, таких это распутники, они даже не могут называться братьями и сестрами. Это люди, которые извращенные, они пошли за мздою, за разрушением, за то, чтобы... Это не должно быть. В описании это не должно быть. Вы посмотрите, насколько, будем говорить так, язычество дало проблем по церквям и по общинам уже того времени. В законе Израиля было спокойно, очень нормально. Ты должен был быть женат, и женат, ты должна быть одна. Честно так вот. Потому что я не вижу других, чтобы имели две жены. Один пророк имел одну жену, там еще как бы... Я не вижу, что это была позиция большинства людей. И если люди приступали законы супружеской жизни, их побивали камнями. Одна вещь, помните, да, если муж подозревал свою жену в неверности, он приводил ее перед чем? Перед священником. Все религиозное общество несло ответственность друг за друга. А язычество приносило вред, конкретный вред. И они пытались внести в свою, богатя, еврейскую культуру, еврейскую веру свои перемены. Поэтому Коринфянам Павел пишет строго. Говорит, я приду, уже не буду такой вот мягкий. Каким хотите, чтобы я пришел? Строгий или же это самое, таким хорошеньким? Момент есть очень важный. Израиль четко знал свои позиции. Понимаете, как евреи. Закон был написан. Если ты имеешь отношения с другим человеком, и тебя подозревает муж, и пойди по священнику, выпей этой водицы, стилицей. и все. Либо ты распухнешь, либо тебе будет все хорошо. Да. Понимаете, да? То есть, о неверности мужа можно было только по-другому сделать. Но если застукали их вместе, их убивали камнями. То есть, понятие было четко. И на сегодняшний день мы не имеем этих нравов. Даже само еврейское общество отошло от этих нравов. Но они учат своих детей о верности. Единственный момент развода это неверность жены. Даже не мужа. Неверность жены. Но в христианском понимании Мешуев говорит, так не должно быть вообще. Что Бог сочетал, человек говорит, да, не разлучит. Момент. Потом начинается, если может выйти замуж, если муж один из супругов умер. Павел дополняет это. Если кто либо из супругов верующий или неверующий, если муж неверующий и хочет оставаться женой верующей, то он освящается женой верующей. И дети также. Интересный момент, да? Но если он не хочет жить со своей женой, то есть она уверовала, он стал противником этого всего и не хочет, то что? Свободно. Свободно. Этот принцип тоже взят в иудаизме. Они взяли его из тех же моментов Писания, которые мы читаем. Если кто, вот я знаю Джорджа Шулов, который в Израиле, у них пенсианская община, один тратоксальный еврей узнал, что его жена уверовала и все, он что сделал? Он развелся с ней. Посчитала неверно. Иудаизм даже предоставляет тебе спокойный развод, если жена неверующая, вернее, не иудейка, и не хочет принимать геюрт, ты свободен от нее избавиться. Но если это ты хочешь, чаще всего это насаждается, что должна быть чистая раса, чистые еврейские дети, и так далее, и так далее, должно быть все правильно, восстановление Израиля, мы должны быть чистые среди своего народа. Но реальность такова, что Писание для нас говорит о том, чтобы мы правильно относились друг к другу, были верны по Писанию. Вопрос ты хотел задать? А хочешь свидетельство, давайте. Будет дополнить сразу. Вы говорили о любви в браке. Вот я сразу вспомнил одну семью, очень хорошо их знаю, служителя, муж с женой, и как бы у них была ячейка, я приходил постоянно к ним на ячейку, я видел, как у них отношения складывались, хотя еще не был женат тогда, я, и было очень туго у них отношения с друг другом, и общаясь даже на ячейке, они порой даже на ячейке ссорились, как бы, что ты заткнись, да ты сама заткнись, и так далее, там, и все, то есть, ну, очень тяжело было, я видел, как они друг к другу относились, но не было, я не видел любви, и потом, через некоторое время, через несколько лет, можно сказать, я увидел, что они настолько стали крепче с друг другом и к друг другу, что, ну, как бы, даже удивился, почему так, и один человек сказал такую мудрую мысль, мудрое слово, такой, говорит, когда вот взаимоотношения между мужем и женой приходит обязательно, говорит, божий кризис, божий суд к ним, и, говорит, и у них два варианта есть, или развестись, или начать служить друг другу, все так, в этом смысле он говорит, ну, естественно, муж, как глава семьи, да, притча, 25 глава, 28 стих, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим, самообладание необходима часть семейных отношений, основа, основа, вы понимали, если человек не может воздержаться до супружеской жизни, как бы, удовлетворения своих нужд, или своих, то, что Бог сотворил в нем сексуальных отношений, и он приступает мораль Божью, то я даю гарантию, что этот человек не сможет себя контролировать и после, когда он войдет в супружескую полноту. Если была неверность до, то останется она и во время супружеской жизни, потому что желания, которые внутри нас, вы помните, Богом вложенные в нас, естественно, желания сексуальных отношений противоположенных полов. Вы поняли, да, меня? Потому что некоторые люди считают, что гомосексуализм тоже является сексуальным отношением, которое вложено Богом. Но на самом деле это извращенное понятие сексуального отношения. Иначе Бог бы не сотворил мужчину и женщину. Сотворил бы мужчину и мужчину или женщину и женщину. Тогда не было бы размножения. Но именно и иудаизм, и христианство неоднократно относятся к таким проявлениям любви. Да. Много было сказано по поводу того, что муж глава семьи и что жена подчинена мужу. А какой статус имеют братья и сестры, когда не замужем и не женатые, не имея родителей в отношении сестер к братьям и братьев к сестерам? Еще раз. Ну статус, допустим, к примеру, жены перед мужем, как бы там она боится мужа, уважая, там, тра-та-та, все такое. Вот. И муж глава семьи. Да. Вот. А какой статус подобный сестер и братьев, которые не женаты и не замужем имеют? Имеет, будет, есть ли у них, должно быть ли у них равноправие, типа, как вот демократического такого? Вот. Или все-таки где-то какое-то главенство братьев должно присутствовать? Смотрите, я понимаю такой вопрос, что отношение даже сестер к братьям, братьям, к сестрам. Во-первых, мужчины должны относиться к женщинам как к сестрам, как к сестре. Сестре, это значит с уважением, почтением, оберегать, если даже кто-то, знаете, обидит ее застать на защиту. То есть, это семья. Это в первую очередь. Это подойти и сказать, потому что ты не прав, лучше извиниться и так далее. Отношение к ним все равно как к невыношим сосудам, что они имеют состояние как немощи. Сестры должны относиться к братьям, то ли родным братьям, старшим, младшим, неизвестно, нет разницы, с уважением, так как они уже в половом состоянии, они уже мужчины. И Бог видит семью со стороны не женского состояния, а со стороны мужского состояния. То есть, состояние есть муж, глава, семьи. И если мы правильно, как я говорю с сестрами, если как сестры будут правильно относиться к братьям, почитать их как мужчин, которые берут на себя ответственность и важность, не унижать их в никаком случае, не обзываться, то они поднимут тот уровень важнейших понятия, что он является главой. Вы будете представить себе, выходите замуж, выйти за парня, и вы ему еще толкаете всяких целей, толкаете, то он никогда на вас не обратит внимания. Это первое. Это первое. Когда идет понимание этого, оно не лицемерно. Мы научены в этом. Тогда идет состояние уважения друг к другу. Не без того, что в любой семье ссорятся. и когда люди поссорились по причине у кого-то может быть менструация началась, начались проблемы с головой, здоровьем, психика. То есть женский организм так реагирует раздражительно. Мужчины до этого не догоняют, потому что у них этого нету понятия. И они удивляются, что происходит. Что происходит? начинают либо влазить в душу, что происходит, а ей лучше не подходи ко мне, а то убью. А они не понимают. Здесь понятие того, что в иудаизме как только начиналось такие вещи время очищения, то сестры давали знать о том, что у них время очищения. Они ходили молитвы, у них было омовение, очищение, все остальное. И все прекрасно понимали, что период начался, срабатывает нормальная логика. К ней Писание говорит, не притрагиваться. Опа! Понятно? Понятно! Оставил ее в покое, она пройдет через это сама. Большинство христианского понятия нет этого. Нам стыдно об этом говорить. Что такое? Нам стыдно говорить об этом. Но реальность религиозной жизни была такова. Закон написан об этих вещах. И ты не мог его избежать. Знаете, это было нормально, чтобы сказать, слушайте, у меня начались дни очищения. Критический день. Не называйте их по-русски, менструация началась у меня. Не надо говорить. Критические дни начались. Все. Поэтому существовала миква. Омовение, все как нужно, чтобы не было притраган. И даже после этого было. Сесра, которые за этим следили, даже до сих пор сегодня в иудейской культуре за этим следят. Для чего? Для того, чтобы... Какой календарик? Там есть специальные женщины, которые, как мы говорим, деканисы. деканисы. Они старцы, старецы, которые смотрели за этими вещами, наблюдали, чтобы контролировать это все. Учить об этих вещах. Чтобы был баланс в семье, чтобы баланс был в обществе верующих людей. Мы от этого не хотим говорить об этом. И поэтому у нас очень часто бывают конфликты. Хочешь сказать, что придурочная, что с ним происходит? Подходишь, слушай, в сторону, ты не суди, потому что это организм. Будь спокойным. А также сестры не могут определить, что у братьев происходит, потому что братья несут внутри очень много стресса, внутри. Они не наружу. Сестры выпрыскивают наружу, а ты с этим разбирайся. Знаете, как у нас бывает такое, мы садимся в машину, едем, мне жена говорит, вот что я узнала и вот что происходит. Бам-бам-бам. И договорил, что мне теперь с этим делать? Он говорит, ну, там разбирайся. Я говорю, правильно, ты себя высказал. Я должна была себя вытащить, все это. А теперь я сижу с головой, больной головой, как с этим разбираться? Хорошо, перенести с одной головой завести в обществе. 613 заповедей, они для того и даны, были уже человеками, это Моисей дал, для того, чтобы была гармония внутри общества. Понимаете, да? Ишуа об этом говорит, весь закон, он не говорит только, он говорит, весь закон я могу заключить в двух заповедях. Возлюбить Господа Бога Твоем, сердце своим, всей крепостью, всей волей, да? Сесть, даже телом своим. И вторая, подобная, ближняя, как сама себя. Очень просто. Весь закон, но туда входят все эти вещи. Смотри, как ты ходишь, когда ты, как ты встаешь, что ты делаешь, даже как ты в туалет ходишь. Есть молитва, которая, Господи, Боже, спасибо, что ты сотворил все дырки во моем теле, что они за эту ночь не закрылись. Что все, все выходит, то и выходит. Входит и выходит. Нормально. И это все нормальные вещи. И мы должны учить, извините, мы должны учить наших детей об этом. Уважение к сестрам, уважение к братьям. Но поймите, что в течение тысячи лет этот вопрос, вопрос сексуальности, вопрос отношений, вопрос поведения человека в морали, которую Бог поставил, не поднимается в общинах, не поднимается в церквях. Особенно, если делаешь конференцию, то вообще об этих вопросах так же не хотят говорить. Все? Там все. Да, вопрос. Поверьте мне, что супружеские отношения были созданы Богом для того, чтобы удовлетворять нужды друг друга, сексуальные нужды друг друга. Понимаете, да? Не может быть иначе. но есть норма отношений. Ненормальными считаются такими отношениями, как эротические и какие-то отношения. Отношения странные такие. Я говорю об этих вещах, потому что современное общество принесло в понятие семьи и отношений семейных. Очень странные вещи. Помните, да, мы говорили о том, что если человечество это ничто, как бы путь выживания их побеждает сильный, с этим же пришло состояние сексуальных отношений. Эротическое странное выражение своей любви. Такое понятие садомахархизм. Да? Ты насмотрелся, я понимаю. Есть вещи, которые разрушают отношения семейные, это не когда супруги чувствуют неудобно в своих отношениях. Неудобство. Неприятное. Я не буду углубляться в каких вещах-то неприятное, но вопрос не в этом. Это отношения между супругами. И должно быть правильный подход к этим вопросам. понимать, о чем говорю, да, такие? Вот привлечение мирского понятия сексуальных отношений на самом деле оно не нормально. но ты хочешь сказать, чтобы чувствовали себя удобно, чтобы комфортно, чтобы получали желаемо от супругов отношения. и должны быть отношения нормальные. Богобоязненные отношения к сексу является, как бы сказать, еще искусством отношений. Нужно это уметь. Насилие неприемлемо в супружеской жизни. Насилие неприемлемо в супружеской жизни. Большинство людей, которые сегодня в общинах, они выросли сознанием, которое было подвержено порнографии, фильмами, тот интерес, который был подростковый интерес к этим всем делам, они перерастают в отношения в семье. Поэтому мы, помните, говорили, что отношения, они строятся в семье. Удовлетворение своих личных желаний любым способом не является любовью. любовь, она ожидает, она может терпеть самообладание. Нету, не происходит опыта без самоконтроля. Опыт приобретается через самообладание. А это значит, что опыт приобретается через учебу отношений. И в отношениях мужчины и женщины должны научиться слышать друг друга. Бог дал человеку разум, а также волю для того, чтобы контролировать всевозможные свои чувства. Если чувства бесконтрольны, это как огонь, который распространяется по всему дому. Не просите Бога, чтобы Бог забрал у вас эти чувства, чувства сексуальности, чувства иметь близкие отношения. Не просите. Потому что когда заберет, вам станет плохо. Наоборот, научитесь ими обладать. Понятно, да? вопросов какие-то есть? Вопросы? Ага. А если семейная пара верующих смотрит порнографию, это правильно или нет? для 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 чего? Научиться, это как бы самопословие жизни. порнография Смотри, да? Ты отвечаешь на само понятие порнографии, это тоже самое слово, как разжигаться, да? Разврат. и момент здесь что мы изучим, что мы учимся от того? Ваши глаза являются вратами вашей души. Понимаете, да? И большинство людей, когда смотрят грязные фильмы, порнографию, и имеют отношение со своей супругом или супругой, в голове у них не супруга и супруг, а картинка, которую увидел... Да, 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 вот моменты, да. Но вы поймите, что... Я хочу вас предупредить, что все равно порноиндустрия не выражает качество в любви, а не выражает насилие, которое выражается как в страсти. Понимаете, да? Развращение. Поверьте, у вас достаточно инстинкта внутри вас, у каждого человека, который знает, как обладать теми чувствами, которые у вас есть. Да? Да, животные с фирмы не смотрят, я удивился, медведи посмотрели. Наверное, поэтому у нас и был такой хороший в мире животных была программа хорошая. я думаю, что при всем этом, вы поймите, что на самом деле это такое воображение человека, которое извращенное. В ветхие времена такого не было. Все равно народ размножался, плодился, мы приняли этот образ, который нам нужно. Знаешь, он уже жениться. глаза, это врата души. Как мое понимание, я анализировал ситуацию, подобное о том, что задала Ульяна, порнография, она нас делает слабыми, она притупляет наши, вот я вот чувства, в которых вы сказали, природные, природные инстинкты, она их просто притупляет, не развивает. Согласен, согласен, но при всем этом, как бы, для этого мира мы не можем ничего сказать. Поверьте, это все равно, это ситуация разная. Просто после порнографии люди, получается, отдаются своим не чувствам, а отдаются, как бы, кого-то копируют. И все. Да, чужими фантазиями все. То есть, это уже не чувства, это просто спорт, грубо говоря. Что еще? Есть вопросы? Я думаю, в Торе не зря есть заповедь «Поставь верных судей и уврат своих». Причем, это идет обращение в единственном числе, то есть, конкретному каждому человеку. Значит, но каждый человек не решал постановление судей. То есть, тут идет речь именно о вратах нашей души, о тех органах чувств, которыми мы воспринимаем этот мир. Судьи верны, это, соответственно, и Торе. А царь Давид говорит, не поставлю мерзости пред глазами своими. Насчет просмотра порнографии в семье можно просто представить себе. Могу ли я пригласить Ишуа просматривать вот эти вот вещи? И сразу все становится на своих местах. Хотя, есть люди с прожженной совестью, но я думаю, что... Я думаю, что еще одна часть... Вы знаете, что почти 80 или даже больше или процентов мужчин или женщин в сегодняшнем нашем обществе переживают такое понятие, как ну вот ранний климакс либо это самое... Да, импичмент. Импотенция. Да, мы говорим сейчас об этих вещах очень прямо. И это проблема. И я вам скажу причина этого. Причина порнография. Потому что именно попытки какие-то вот порнографии, удовлетворения могут быть так очень процветающие сегодня самоудовлетворения. Моменты, которые до позволительности раннего секса с людьми он развивает ипотенцию и ранний климакс. Проблема. Проблема, потому что потом в семье нету правильных отношений. Есть чувство, что ты замужем, но за кого? За ипотента? Или же это самое за тех человек, которые не интересуются уже отношения, удовлетворения супружеских обязанностей? Это проблема. То есть это сегодняшняя проблема у многих верующих. На этой почве развивается ненависть друг к другу, отношения, разводы. И это выливается в общину, где пастора, служителя раввины пытаются решить эту проблему. И проблема сегодняшнего тысячелетия это реально проблема в отношении в семье. Неудовлетворение приводит нас к разочарованию. Разочарованию в себе, разочарованию в обществе, возочаровании в духовной власти. Вы понимаете, большинство людей, когда они удовлетворены в семейной жизнью, они пытаются не в себе искать проблему, а на кого-то ее переложить. Докторов, если эти неверующие люди, общество, экологию. А если люди, которые приходят в общину, это дать все это в руки Рэба, потому что он не учит, как нужно жить. Да? Такое состояние. это такие вещи, как разочарование приводит к раздражению в семье. Разочарование приводит к раздражению. Раздражительность мужа, раздражительность жены выливается на детей, отношения. То есть, они начнут принимать многие эти вещи. А если раздражение приводит к ропоту и чаще всего выливает Богу. Боже, что ты мне сделал? У меня и потенция. Боже, что происходит? У меня ранее климакс и все остальное. Иначе это ропот. Ропот приводит к греху, а грех, который, ропот, многие не вошли в обитованную землю. Это не удовлетворение в общине, ничто не удовлетворяет, не духовные вещи. И чаще всего ссылает свои проблемы внутреннего физиологического состояния на то, что община или церковь не духовная, не чувствует Бога, нет любви и так далее. И вы понимаете, эта ситуация очень проблематична. Да, взяла вопрос. Вопрос. А как этому человеку помочь? Как человеку помочь? Если у него такие ситуации с Тюссом, в первую очередь обратиться к доктору. Если есть проблемы психологу, да-да-да. Патологу не надо. Не надо. Не надо. Такие вещи, моменты, когда человек обижался, судя общину, раввина, пастора, всех лидеров и уходил. Во-первых, он должен понимать, что вот это обучение, например, то, что должно обучаться в общине, такой вопрос, как этика, мораль и секс, оно должно быть в общине. Я думаю, что это как урок должен быть для каждого человека. Он должен понимать, что ответственность за свою сексуальность и свою сексуальную жизнь, это он несет сам, не рэбэ. Рэбэ не несет ответственность за то, что у тебя в голове. Он может научить, сказать тебе, что порнография или вовлечение в другие отношения, имея сожительницу на стороне вне твоего брака, является грехом и оно приведет тебя к состоянию наказания. Наказание, одно из наказаний есть понятие импотенции или же климакса. Я считаю, что наказание человек несет. Для чего? Чтобы одуматься и пересмыслить все и идти дальше. У некоторых людей эта импотенция не связана с порнографией или вовлечении всех вещей. Может, связана у нас здесь наукричащие всего, например, с тем же Чернобылем. Радиация и вещей, которые происходят, это на самом деле серьезная проблема. Для этого не нужно не винить ни Бога, ни в ту общину, в которой ходишь, обратиться к доктору, которому тебе помочь. Рэбби не поможет тебе. Он не доктор. Понимаете, да? И обращение к патологам и все остальное не нужно. Видно, что вы работали молодой человек. Сильно много. И это опасно. Может сказаться на вашу семейную жизнь. Да. Вы понимаете, да? Это вопрос очень важный. Что сейчас мы говорим о том, что многие люди, переживая вот такое состояние неудовлетворения или проблем, которые в голове человека, на самом деле это очень серьезная часть. Человек не хочет говорить об этом. Общины не хотят говорят. Но наша потребность есть под нашей потребности. И есть шаги, которые человек сам намеренно делает для того, чтобы развратиться. Разврат приходит через человека. И бесконтрольность приходит. Что влечет за собой смерть. Смерть. На самом деле смерть. Но мы называем таким моментом ты видишь и потом прикасаешься. И Писание говорит не вожелай. Слово не вожелай. В еврействе есть такое понятие, что если ты поднял глаза и увидел, заметил что-то, но если ты поднял второй раз глаза и устремился на это, ты повинен в данном согрешении. Поэтому большинство хасидов, вы увидите, если они прилетают на Украину, сюда, здесь в Украину, переезжают в Одессу, очень много они устремляют свои глаза вниз, чтобы не быть соблазном. Мелочи жизни, мелочи жизни, но реальность она есть реальность. Они ищут святости. Они ищут святости, но может быть святость не в самом месте, где они ищут, но прилагают усилия. Я думаю, что многие люди делают свои чувства реальными, которые нужно приглушать. Все начинается с чувств приятного, реальность. Нам приятно, например, обдумывать какие-то вещи. Нам приятно представить себе, что может произойти. Нам приятно в вечернее время посмотреться на звезды, посмотреть гламурный журнал и так далее. Нам приятно какие-то еще вещи. Начинается от чувств. Ведь смотрите, никто из людей, которых я не встречал таких людей, конечно, может быть, есть такие идиоты, которые сказали, я пошел спать домой, лег, проснулся, а возле меня какая-то женщина лежит и голая. Такого никогда не встречал. То все ведется к тому, что не бывает, знаете, как стариха там, чик-тиберег, тиберег, 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 уже здесь женщина у тебя в постели, ты не хотел, она там. Такого не бывает. Такого не бывает. Не бывает. Не бывает. То есть моменты, есть моменты, которые человек сам биологически себя настраивает на те вещи. Вещи, которые запрограммированы культурой нашей. Возврат приходит в жизнь человека по причине его общения. Знаете, говорят такое пословие, скажи, кто ты, скажи, какое общество ты находишься, я скажу, что в твоей жизни будет. И наше общество предоставляет все возможные рекламные ролики, которые ты бы хотел бы, не хотел бы, но все остается тебе в голове. Понятно, да? Я говорю сейчас реальные вещи, как относится и к мужскому, так и к женскому полу. Мы, как общины, здесь много раз писали протесты против такого понятия, как боди-арт, который делался на Дерибасовской, так далее. Наши письма, боди-арт, это разрисование женского тела, обнаженного, то есть на Дерибасовском. Мы протестовали и его перенесли. Есть такое понятие, мы протестовали против больших бигбордов, которые несли в себе сексуальные моменты, где рекламировались полуголые женщины и так далее. То есть мы находимся в обществе, которое изнутри оно извращенное и гнилое, потому что вся реклама связана либо с большим бьюстом, либо еще с какими-то такими эротическими действиями и подсознательно мы уже пропитаны тем, что мы видим. Вопрос, что мы с этим делаем. Разврат в жизнь человека приходит с того момента, когда мы думаем о тех чувствах, что они приятны. Я хочу, чтобы вы понимали, что биологически мужчины и женщины построены по-разному. Мужчины построены на взгляде, то есть они воспринимают все через врата свои как глаза. Женщины построены через уши, через прикосновения. Мы должны понимать некоторые отношения вообще друг друга. Я не говорю, что у нас сегодня не урок биологии рассмотрим тело мужчины или женщины. Мы не будем это понимать, что мы различны. Но мужчина воспринимает все через глаза, то есть он увидел красиво, нравится и он настроен на эти все вещи. И разврат начинается с мышления, с картинки, которую ты себе рисуешь. У женщин все начинается с прикосновения, то есть от внимания. Для женщин нет такого, классный мужик, слушай, опа, уже картинка в голове пошла. Неа, они в основном более консервативны, они поддаются такого момента, как лести, как ухозорство, и это значит, что большинство братьев попадают именно в ту категорию, которая, если, как бы сказать, самоконтроля. всю картинку можно проконтролировать, но если ты начинаешь действовать, ты уже согрешаешь. Да? Да. Всего же. Да. Так. Вопросы есть еще? Как вы? Задать вам несколько еще моментов. Мужчины более, они как бы быстро разжигаются на сексуальные преступления, нежели женщины. То есть, преступления, говорю, подвиги, нежели женщины. Это, будем говорить, общее. Но женщины имеют более сильное желание, которое ее влечет. потому что Писание о чем говорит? Я и будет влечение к чему? К мужу твоему. Женское влечение к мужчине намного сильнее, нежели мужское к женщине. Но мужчины быстрее срабатывает этот момент. У них сразу голову что-то ударяет, и все. и они начинают более активно. Эротически говорят, они более активны, нежели женские половина. Это такая разница. Почему я говорю об этой разнице? Потому что очень часто мужчины говорят, я не знаю, как это произошло, какие-то вещи произошли. Я говорю, ну как бы так, очнулся в гипс, это будет уже там трем-трава. Интересное зелье, трем-трава, проснулся в гипс. мужчины, как бы сказать, у них отключаются мозги и бесконтрольность начинается. То есть ухаживание, несмотря на то, что женщина замужем, не замужем, то есть у них это воспринятие через глаза. Женщины именно ведутся на то, что им не хватает. Внимание. Если мужчины не дают внимание женщине дома, то любые другие внешние признаки, которые увлекают ее за собой, за другим мужчиной, это ухаживание и даже приятные вещи, которые делают. Ульяна раздражает человека, который хамит. Но если он начал говорить ей хорошие вещи, прекрасные вещи, и цветы начал приносить, то она подалась к другому мнению. Сказала бы, этот парень, даже может быть, он ужасный, но он даже очень сексуальный. Это такая биология, которая находится во внутреннем человека. Зная это, мы можем контролировать все наши чувства. Аминь? вопросы? Что? А это все можно и манипулировать. Поэтому если ухажеры, эти всевозможные донжуаны, которые манипулируют этими вещами, и на самом деле знают, это не должно быть среди верующих людей. Это не должно быть. А как человеку, который увлекается манипуляцией, объяснить, что это манипуляция, что на самом деле искреннего здесь ничего нет? Мы не можем даже сказать об этом, как бы увлекаться, можем сказать, что это является манипуляцией, но они не воспринимают это. Чаще всего люди, которые повреждены умом в этом направлении, они действуют от своего ига, вы знаете, а ига действует от превратного ума, и если мы не служим Богу, то мы служим другому, и мы подчиняемся чувствам другого, которые извращены, то есть делать наоборот. Секс, он святой, святая часть населения, которая дана Богом на нас. Развращенная часть, это сделать его ужасным, сделать его манипуляционным, сделать его контролирующим, сделать его бичом, может быть, для некоторых, и сделать его просто, ну, так сказать, увлекающимся со стороны извращения. Это задача сатаны. Если человек, который попадает под влияние такого развращения, он становится опасным для общества, то ли верующего, то ли неверующего, потому что чаще всего развращенные люди делают преступления, у них возбуждается чувство ревности, если его партнер отошел к другому партнеру, и далее, и привлекает ревность ведет к возмущению и к убийству, то есть это все вещи, которые ведут к погибели человека, то ли наказывается он сексуальными болезнями, такими всевозможными, либо там сегодня поражение это через спид, через все, это все увлекает веренические болезни, это все увлекается этими вещами. Для верующего человека этого не должно, поэтому существует, у еврея существовала миква очищения от всего этих всех вещей была чистота в отношениях и все остальное, понятненько, да? Поэтому есть еще и обрезание. Я не знаю насколько ты черный, я понимаю то, что ты разгневался, ты не станешь белым. с чем? С ревностью. Как с ревностью бороться, послушайте, на самом деле ревность это я понимаю, это чувство наверное больше как дух убийства. почему? Потому что ревнивый человек, ревность, он у него сразу картинка в голове, чтобы сделать, как навредить, чтобы я замочу его, и так далее, я сейчас сделаю какую-то гадость, уничтожу, чтобы его не было в моей жизни, это дух смерти, а дух смерти мы понимаем, что он это дух ада, то есть это момент, где человек не имеет это от Бога, понимаете, да? Когда Господь что до ревности любит дух Господень, он говорит о том, что я не отдам моих членов распутства в блуд, поэтому я буду ставить препятствия, чтобы твои планы не состоялись. Многие люди после того, как пошли водопогружение, когда начали служить Богу и потом начали отходить от Бога, вдруг получают в своей жизни наказание, они начинают еще больше огорчаться, больше противиться, а Бог еще больше ставит препятствий, и они считают, что это неудача, для того, чтобы посмотреть на то, что Бог хочет, чтобы он вернулся обратно, понимаете, да? Как с этим бороться с ревностью? Наверное, смотреть на глаза партнеров Божьими глазами, доверять, доверять. Если наши дети, если наше, будем говорить, общество или наша община будет научена отношения мужа к жене, молодых людей друг к другу, тогда мы будем способны удержать свой гнев, потому что это гнев. А если человек прикрывается тем, то, что в Библии написано, человек должен быть ревнителем к Богу, и сразу предъявлять такие претензии, что человек должен ревновать? Нет, смотрите, есть ревность человеческая и ревность по Богу, это две большие разницы. Ревность по Богу говорит о том, что у меня есть один Бог, я не ревна как к Богу, я ревную мои отношения к Богу, к миру, я отрекаюсь от мира, я уничтожаю свое состояние мира внутри, я поэтому умираю каждый день, для чего? Я умираю для мира, у меня ревность появляется, что я уделяю больше времени, например, миру, нежели к Богу, поэтому моя ревность к Богу определяется вещами, как к какому отношению к миру, к мирским вещам. Господа, я смотрю, что у вас совсем плохо, Сергей, Сергей, два Сережи, что-то у вас дубль два, а тут какой с глазами, а Сережа, а ты что, какая перемена? Что-то вы не то, видно, я смотрю, когда перемена, они сразу подбегают, начинают вопросы задавать, или куда-то бегут, вместо того, чтобы на перемене поспать. Вот там уголок есть, дайте освободить там уголок, пускай он там свалится и выспится за 15 минут, 10 минут, давайте перерем. Слово распутство, это понятие такое, человек расслабился и позволяет себе делать то, что он хочет, правильно? Распутство. Или нет? Распустился. Отвязывается по полной программе. Второй шаг, который ведет к разврату человека, называется как бы распутство, я называю это распутство, то есть всепозволительность. Распутие, много вариантов, и он избирает тебе, например, страсть. Вместо того, чтобы контролировать ее, он позволяет этой страсти развиваться в его разуме. Человек, который убирает кодекс морали со своего горизонта. Местописание мы видим из 2-го послания к Коринфянам, 12-я глава, 21-й стих. Павел говорит, 2-го Коринфянам, 12-21. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многие, которые согрешили прежде и не покаялись в нечестии, в благодеянии, в непотребстве, какое делали. Смотрите, человек, зная свое положение, он стал распутствием, то есть он стал на место, где границы, которые его оберегают, он передвигает их на свое желание. Галатам, 5-я глава, 19-й стих, также об этом говорит. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Слово непотребство это именно вот это распутство. 5-я глава, 19-й стих. Эфесянам 4, 19-й. Они, дойдя до бесчувствия, предались распустству так, что делают всякую нечистоту с ненасетимостью. Разврат, второй шаг разврата, да, вот мы говорим, это распутство, то есть ненасетимость в делах, которые они делают, то есть неудовлетворение. Оставляя, раздвигая границы, человек начинает допускать себе многих вещей. начинается это все простыми, небезобидными вещами. Позволительно порнографию посмотреть, пойти на пляж одесский, да, позагорать, как она говорит, там есть на что посмотреть. Сюда, туда, да, то есть моменты красивые, там-то и старые, есть на что смотреть, да, не на что смотреть. Вопрос, вопрос, вопрос именно в этих вещах, то есть есть моменты, где граница, она перемещается с человеком, то есть подсмотрел, увидел, не наказан, еще, сделал еще мультик, еще произведение искусства. Третий шаг, к разврату. Такое дунжианство, я называю купидонство, такие купидоны, да, третья ступень, шаг к распустству. Разврату, извините, разврату. Знаете, такой есть мистический, греческий символ любви, амур или, по-другому называется, купидон называется, купидон. Знаете, как старый такой анекдот между Советским Союзом и Польшей был. Там Ярузельский был такой, во время Горбачева был Ярузельский такой, и Михаил Горбачев обращается к Ярузееву, говорит, слушай, тебе нужно поменять свой герб в Польше на кенгуру, он говорит, чего это, чего это, ты чего, он говорит, ну что, твои львы, ну никуда же нет, твои поляки по всему миру скачут, как кенгуру и все в свою сумку тащат. Вы помните эти времена, 80-е, это все. Ярузельский недолго думал, говорит, Миша, я думаю, серпимолот нужно сделать, переименовать, перекрасить или переделать на купидон, он говорит, а чего это, говорит, ну что, вооружился до зубов, ко всем своей любовью лезешь и с голым задом остался. То есть, момент здесь очень важный, к чему мы подводим, что состояние человека к разврату приходит всепозволительность, то есть, насильственное вот или желание, вот, знаете, по-английски драйв, такое стремительное, ужасное желание к сексуальному удовлетворению. И ко всему таких людей уже не все по полной программе, есть нормальное удовлетворение в своих сексуальных отношениях, жени, спокойно, имей жену, и как бы не делай с ней что хочешь, а наоборот, будь открытый к своим чувствам. Данные люди, они и ищут извращения. У него чувство страсти, которое мы называем иногда есть хорошая страсть, есть ненормальная страсть к противоположному полу или же те люди, которые уже до конца доходят до своей ручки, уже к тому же полу, или же вообще, как Писание говорит, что мужеложники или же скотоложники, Царство Божие что? Не наследует. То есть возвращается до такого состояния. Местописание Римлянам 7 глава 8 стих. Интересно, Римлянам вообще как бы там Писание говорит, и Бог предал их приуратному уму, но там больше. Давайте кто возьмет почитать Писание? Давайте вместо микрофона давайте вычитывать. Римлянам 7 глава. Но грех взяв повод от заповеди произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Итак, мы видим, что здесь момент, что запрет побуждает человека идти дальше. Заповеди Господни, они щит, который ставит вокруг нас нашу свободу. Вы понимаете, что любая свобода имеет границы. И заповеди являются благими, чтобы мы видели свои границы. И римлянам, будем говорить, там есть вторая глава. Первая глава. Первая глава. 21 стих. Да. И дальше омрачилась, почему? Называя себя мудрыми, обезумели. Слава нетленного Бога изменили в образ подобный тленного человека птицам, членорогим и пресмыкающимся. То и предал их Бог по хотям сердец их нечистоте. Нечистоте. Момент здесь и предал Бога. То есть Бог, видя их намерение, дал им развратиться. Написано дальше 26 стих. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным употреблением. подобно и мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигаются похоти друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срам получая возмездие за свое заблуждение. Именно здесь этот шаг который мы говорим это состояние страсти это желание 1 Фессианам 4 5 1 Фессианам Да О Фессианам Никитам Да Они в страсти похотения как и язычники не знающие Бога. То есть язычество имело в себе понимание одно из поклонений это всепозволенность. всепозволенность Язычество имело все понимание всепозволенность что не должно было даже близко быть в общинах верующих людей. Колоссянам 3.5 Итак умертвите земные члены ваши блуд нечистоту страсть злую похоть и любостяжение которые есть идолы служения Смотрите блуд страсть и что дальше нет злая похоть и что еще там четвертое любостяжение очень часто любостяжение приплицовывают к финансам да очень часто жадности но здесь эти четыре греха они как будто пересечены с одной и той же проблемой с проблемой сексуального удовлетворения то есть с жадностью есть моменты которые ты должен контролировать страсть она начинается не просто знаете вот желанием каким-то она начинается в разуме опускается наше чувство чувство бесконтрольное которое опускает действие уже наши тела этот момент должен быть контролируемым человеком это возможно четвертый шаг к распутству это обман то есть обман писание говорит не обманывайтесь братья да бог поругаем не бывает что человек сеет то он и жнет сеющий плод почти что сеющий в дух о чем говорится только ли о финансах или о чем наверное очень важно что сексуальные грехи это посев в свое тело помните мы говорили блудник он грешит против чего против собственного тела потому что мы есть храм бог живет в нас данная ситуация именно здесь говорится об этом что мы могут быть обмануты обмануты чем что нет наказания можно делать можно поступать нет нету границам нашим чувствам вы помните говорили обман который представила пост церковная эра это где аскеты говорили вот это духовное важно плотская и другие говорили наоборот теперь будет разврат забота о теле важно это будет материализм но христианство желает или писать да все писание даже иудаизм желает чтобы и та и другая часть нашего бытия слились в одно целое и обман приходит тогда когда мы передвигаем наши границы каким образом еще приходит обман когда мы думаем что оно все безобидно пример ну да можно сказать самое первое то что братья например видят что есть прекрасные девушки пытаются помочь перенести сумочку это под очень какие-то вопросах начало как будто безобидно ничего страшного нет пастор я же ничего не делаю я только помогаю ничего не происходит мы начинаем передвигать наши границы границы позволенного то есть я всегда говорю молодым людям если у тебя на самом деле есть намерение то есть пришла какая-то мысль прекрасная хорошая девушка вот как не поступать чаще всего люди которые мы в современном мире мы не обращаемся к духовным нашим лидерам чтобы за советом мы опираемся на личный наш опыт опыт будем говорить разращенного мира мы пытаемся своими способами пробить почву поднесли унесли где-то там встретились прошли погуляли провели вечер ночь ссылка молитвенное служение кому-то же нужно было провести ее начиная молитва начиная ночной страж на самом деле есть обман то есть обман самого себя что я же могу контролировать писание четко говорит бегайте блуда блуд начинается не с того момента проснулся извините голая женщина в моей постели я весь голый слушай что случилось не знаю а начинается с того малого закваски которая обращается к наше тело наше наше чувство и мы думаем что можем проконтролировать на самом деле мы можем контролировать не подавайте повода ищущим повод знаете если будем говорить честно каждая девушка хочет выйти замуж каждый парень хочет жениться поэтому если намерения какие-то у вас есть то не подавайте повод к разным разговорам к разным вещам это в старые времена было очень просто чтобы не травмировать людей чаще всего я прошу молодых людей если у тебя есть какое-то желание жениться приди скажи поговори со мной чтобы не допускать каких-то вопросов я скажу так чтобы ребята не слушались моих советов попадали в проблемы конкретные проблемы зачем во-первых говорят у нас никого нету у нас эти все наши сестры чересчур поднимают нос и чересчур не хотят послала меня и так далее и так далее я говорю зачем ты это сделал ну я думал но думал но думал гадаю чему я не сокол чему налетаю да вот это самое где бы мне найти еще подушку мою родную флакать и все остальное зачем есть правильные моменты в писании чтобы подходить безболезненно четко знаешь стоит или не стоит потому что есть самообман есть моменты обмана где мы делаем попытки то есть даже открыть свой мир открыть мир взаимоотношения девушек с ребятами не нужно испытать даже и такого еще провести а что есть такого посидеть вечером подержаться за руки посмотрите поймите несколько вещей если мы не будем себя хранить в святости мы попадем в капкан понимаете да если не подавайте повода если я пытаюсь провести там сестру и так далее просто представьте я лично не останавливаюсь даже если еду на машине и люди голосуют там девушки там бабушки чтобы подвести я не делаю это если когда я сам я не подбираю людей чтобы подвезти даже если это мне в одну сторону если я еду с женой я говорю Татьяна может подвезем и она говорит да или нет почему я это делаю потому что сегодня может быть у меня нету никаких мыслей нету мне как бы я должен как рэбе как старший пастор я должен ходить в святости и все остальное поэтому у меня нету мысли как бы в том чтобы изменить своей жене но если я подвезу человека да и кто-то увидит меня увидел меня раз увидел тебя два начали разговоры зачем это мне нужно но это это мало того разговоры может быть другая ситуация если девушка еще симпатичная и все остальное все люди помните мы говорили ребята имеют проблему у них они встречают всех по виду вот посмотрел увидел и возбуждаются эти вещи поэтому лучше не испытывать ни себя ни своих чувств поверьте Бог заложил в нас чувства которые всегда изменчивы поэтому писание говорит любите своих жен относитесь к ним бережно то есть хранить свою любовь и беспечность такую проявлять просто взять провести увести это давать повод даже мысли даже в себе внутри что ничего страшного ничего не будет поверьте есть поводы почему многие соблазняются люди падают потому что они говорят сначала ничего страшного потом поехали в одном купе на семинар или на какую-то конференцию братья брат и сестра в СВ и потом получается веркосердючка понимаете да эти 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 проблемы ситуации они сложные когда позволяется например там мы так я запрещаю братьям молиться за сестер потому что некоторые имеют проблему возлагают руки не на те места где нужно ладно на дневных молитвах вы понимаете да то есть даже вы заметили когда я молюсь я подзываю сестер и говорю положи свою руку я свою руку не прилагаю к телу поймите что законы они есть законы не нужно давать повода мы в свободе но не до какой свободы поставил нас он поставил нас свободу но это и есть моя свобода выбор не делать этого я понимаю что хотите чтобы я за них помолился но это мой выбор это моя свобода не молиться за вас например потому что я могу знать себя я знаю что мне позволить или что не позволить зачем подавать даже повод своей жене думать что я буду неправильном состоянии вы поймите что и многие обижаются на меня я бы не помолился я бы не помолился я может быть я даже и не хочу этого делать уже все да вы понимаете да это здесь знак а причем здесь возраст причем здесь возраст люди вы я не в том возрасте вы понимаете да это как бы моменты чтобы вы понимали что этим-то и нужно держаться держаться в этих вещей и четвертый мы говорили да это обман человек попадает в обман 1 фессалоникийца 4-6 уже открывали место писания да почитайте было 4-5 а теперь 4-6 с фессалоникийца почитайте второе место писания 1 коринфянам 7-5 1 коринфянам 7-5 и 2 коринфянам чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво потому что Господь мститель за все это как и прежде мы говорили вами свидетельствовали вы поймите что обман самообман состоит в том чтобы превратный ум что ничего все пройдет все будет хорошо никто ничего не заметит ничего не увидит никто не скажет отсюда поднимается момент самоводовлетворения отсюда происходит по-русски по-украински перелюб я или как это передний перелюб перелюбил да такое состояние это сам обман я уже не люблю я люблю другую измены 2 коринфянам 7-2 и 1 коринфянам 7-5 кто почитает а 2 7-5 я уже читаю не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве а потом опять будьте вместе чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим очень четко говорит моменты когда можно когда нельзя и сам обман то что что я ничего страшного я выдержу сколько нужно писание говорит четко не отлучаться друг от друга если там замужние не говорится там у тебя климакс не климакс голова болит не голова болит понимаете да жизнь это есть жизнь и даже и написано что и взрослые падают да взрослые падают притыкаются падают я честно скажу что в нашем обществе есть проблема называется синдром 40 после 40 не знаешь да когда после 40 это не для женщин мужчины бросают своих жен и пытаются найти 17 лет 15 лет и так далее и я скажу честно я даже встречал верующих людей которые горели для Бога желали там говорили много вещей попадались на эту удочку но ведь это не начинается просто так все равно это это не не бывает таких вещей что проснулся гипс на самом деле проснулся уже другая есть причины эти причины нужно работать этот обман который речет людей и последнее пятая пятый ужас кошмар кошмар настолько ужасно что плоть воздвигается уже в статус идолопоклонства пятый кошмар это то что человек воздвигает тело видовопоклонства и об этом говорит первая глава римлянам помните да они тело сделали образ Божий превратили во что поклонению образу первая глава мы же говорили римлянам первая глава да и не только свое но и чужие чужое чужое тело четкое понятие храм Дианы да или мы говорили так называлось Астарта и другое имя богиня неба да это было путь развращенной нации это было в Каринфе особенно там стоял этот храм где жрецы и жрецы все что-то жертвоприношение было каким образом это благотействие то все тело воздвигалось в статус идола идолопоклонства и удовлетворение любым способом становилось как целая религия религия сегодня этот культ плоти да плотского состояния воздвигается в культ поклонения люди делают всевозможные операции да чтобы это убрать где-то добавить чтобы тело стало культом и это мы видим как у ребят так и у девушек поэтому мы видим мода которая диктует нам культ личности культ тела и это будет последнее время это приводит к гомосексуализму культ тела садомизм да или как садом анахизм кровосмешательство называется так инсект инсест это запрещалось насилование то же самое даже доходит до сексуального убийства то есть принося другого партнера в жертву и это есть не было не пробовал чикатило чикатило не знаю как это самое извращенность до того что это самое до смерти и специально до смерти то есть принося в жертву то есть это все на основе сексуального развращения и таким драйвом для человека является тело то есть без этого не может быть это пик пик развращенности давайте будем как бы сделаем завершение такое мы не смогли конечно пройти много вещей которые хотелось бы пройти чтобы как сохранить себя в этом мире как держать свою девственность и не получится завтра нет завтра не выходной у вас нет я просто еду встречать людей в Киев и смотрите с чего начинается разврат с чего начинается родина с картинки нет в вашем мозгах с чего начинается разврат разврат начинается с картинки которая каждый начинает себе рисовать одни рисуют это может быть идеальную женщину девушку которая бы сексуально бы привлекала другие девушки рисуют себе парня который был бы и принцем на белом коне понимаете начинается с картинки мало того что эта картинка у нас есть в голове мы начинаем не просто можно от нее отрекнуться то есть мы ее можно отвязаться но мы начинаем всматриваться в детали этой картинки что нас влечет потом мы начинаем пребывать в данном мифическом таком состоянии потом это превращается в действие то есть мы прилагаем к этому какие-то усилия чтобы эту картинку чтобы она стала реальна для нас потом данные действия становятся привычкой привычка порнографии привычка как бы сказать приставать к женщинам бабник привычка анонизма привычка еще самодовлетворения привычка эта привычка начинает влиять на характер человека и ты можешь с расстояния уже видеть его поведение что он делает говорит вот какой характер кто это человек ты можешь сразу определить его и знаете что это указывает на твое ну как сказать такое destiny или твою судьбу четко оно продиктует чем ты как ты кончишь как твоя жизнь закончится несмотря на то что люди либо верующие либо неверующие когда попадают на путь разврата и вот состояние это об этом пишет писание что многих отвратило от веры да мы видим сильные мужи падали когда женщины вступали в действие это одно из было из таких серьезных моментов нет моментов истории царств если хотели разрушить какое-то царство то посылали женщин которые на самом деле разрушали и уничтожали царство возьмите Шолома он Соломон он подавшись этому состоянию на самом деле отвел отвел народ от того поклонения Богу понятно при всей красоте при всем вот интересно что богобоязненный вроде был бы человек знал Бога и попался на удочку такого разврата и на самом деле это не спасло этого человека есть вопросы нету хорошо мы не будем больше разговаривать я хотел бы конечно сделать давайте посмотрим как нам преодолеть наше искушение помните Матфея 26 глава 41 стих когда Ишу обращается к своим ученикам и говорит плод немощно а дух бодр одно из моментов один из моментов чтобы преодолеть искушение является духовная крепость то есть когда наша плоть она немощна когда она нас искушает плотское состояние я не говорю тело просто а плотское состояние где оно искушает нас дух он помогает нам встать на правильное на правильное движение Матфея 26 41 да римлянам 7 15 стих по 20 7 Павел обращается такое мы знаем что закон духовен а я плотян да по плоти продан греху Павел пишет интересный момент да что на самом деле плоть она требует свое она борется она хочет желает и дальше Павел говорит ибо не понимаю что делаю потому что не то делаю что хочу а что ненавижу то делаю борьба о чем Павел говорит борьба об этом об этом и дальше если же делаю то чего не хочу то соглашая законов что он добр следующее а потому уже не я делаю но живущего мне грех ибо знаю что не живет во мне то есть плоти моей доброй потому что желание добра есть во мне но чтобы сделать иное того не нахожу доброго которого хочу не делаю а злое которое не хочу делаю если делаю то чего не хочу уже не я делаю но живущего мне грех итак я нахожу закон что что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем. Есть внутренний человек и есть плоть. Итак, но в членах моих вижу иной закон, противостоящий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». И дальше. «Благодарю Бога моего, Ишуамашеха, Господом нашим, так как тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха». То есть, он говорит, что на самом деле плоть подчиняется закону Божьему. Вы понимаете, да? И даже в семейной жизни, в которой мы, мы можем и должны подчиняться закону Божьему, чтобы не нарушать правила Божьих отношений к другому человеку. Итак, чтобы нам получить победу, нам нужно понимать, что внутренний человек наш сильнее нашей плоти. «Подчиняя закону, вы становитесь свободными от греха». То есть, что говорит, не имеется в виду, что вот делая так или иначе, ты когда видишь через призму закона свою победу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Но если мы не знаем, как противостоять, значит, твердой верой, верой в чего? Что я-то не сделаю, или в Бога, который дал нам законы? То есть, написание, не прикасайся к женщине. Да? Почему не прикасайся к женщине? Потому что твое желание, хочется это сделать, но ты прикасаешься, ты позволяешь ей думать, что все нормально, и оно совершится. Не прикасайся, будет лучше. Не прикасайся. Ио говорит, я положил глазам своим, да, помните? Что? Не смотреть на девицу. Положил глазам своим. Он понимает эти законы, где ты просто-проста отходишь от этого миража, который перед тобой, уходишь от этих вещей. Откройте Лука, 4 глава, 17-21 стих. Там говорит Ишуа в местах Писания, которые от Исаии. Читайте, читайте. Читай, читай, читай. Так. А, 4 глава, 17-21 стих. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господен на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищими, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Шаг, который имеет к победе в своих искушениях, это помнить, что Ишуа пришел освободить пленных. Понимите, что мы, если мы пленные этим всем чувствованием, это нормальное чувство, желание сексуальных отношений. Но, если мы начинаем извращенно смотреть на все это дело, мы становимся пленниками своего разума. Ишуа пришел, чтобы дать нам свободу. И только когда мы будем смотреть на Ишуа, что он есть наша свобода, тогда мы получим победу в нашем разуме. Нам нужно понимать, что мы имеем сильные стороны и слабые стороны. Нам посмотреть в свои слабые стороны. Где у нас слабая сторона? Например, если наш язык и разговоры с сестрами и так далее нас влечет, мы получаем удовлетворение тем, что мы разговариваем, наша слабая сторона. Мы должны помнить, что да-да и нет-нет, что сверх того, тот лукаво. Начнешь болтать, что не нужно, попадешь в сети, которые сам строишь. Как нам укрепить наши слабые места? Это помнить, что между мужчиной и женщиной в первую очередь должны быть правильные отношения. Мы не претендуем на нее, она не претендует на нас. До того времени, пока вы не будете мужем и женой. То есть, помнить, что мы не имеем права ни на что. Если наша проблема является сексуальные отношения и нас возбуждают какие-то моменты, не нужно записываться в художники, чтобы брать этих самых девиц, на этот самый, для тюрьморда. Про пилпиджик будет. Например, я не понимаю таких моментов, где мужчины становятся гинекологами. Да? Более четкие врачи, чем раньше. Вам это приятно? Нет, это неприятно, но на самом деле не надо. Вот, вы не понимаете, вы сами ответили на вопрос, мне это неприятно, но что делать? Не надо. Да, не сочувствуют, в голове не сочувствуют. Я не понимаю, вот на первую очередь, я не понимаю, вот на самом деле, я не понимаю, почему мужчины становятся гинекологами. там диплом, можно зарабатывать в кабинетах. Рыба, мне уже советуют куда-то идти, реально, что такое, кошмар какой-то. У вас урок до времени. Какой? Какой красота? Восокая он? Половина? В 20? Хорошо. Сохранить себя в этом мире возможно тогда, когда мы понимаем свое положение в Машехе. Если наше состояние позволяет нам наносить ему раны, наносить ему еще обиды, то нам нужно укреплять себя, укреплять молитвы, постом и на самом деле делать добрые дела. Знаете, как тот фильм, который Челентано, украшение строптивой, да? Падре, что делать? Что делать? Бить колокола. И что, как часто вы это делаете? Раз на руки, там мозоли такие. И вот потом следующая реакция вечером Челентано рубит дрова. то есть ападре бьет колокола. Момент здесь есть как бы и смешно, но на самом деле и есть истина. Чтобы отвлечь себя от таких страстей и желаний, необходимо перенести свое внимание на что-то другое. На самом деле помощь, работа, действия. Ночь для таких людей, конечно, это очень страшная вещь. Но при всем этом, послушайте, хочу сказать, праведник упадет и поднимется. Надо помнить, что есть последствия, что мы сами себя наказываем. И получить прощение в себе необходимо. Если я спрошу, кто не согрешал здесь, не останется, как бы, все согрешали. Все имели какие-то проблемы, все какие-то были мультики, все какие-то были проблемы и многих может и остались. Если подходить к церковным старым методам, то никто бы сейчас не спасся. Поэтому Павел говорит, благодарность Богу, Вишуа, Мессии, который избавил меня от этого тела. То есть, через Мессию и надежду Него о прощении своих грехов мы получаем победу. И поэтому молитва моя за всех вас, те, кто не женаты и те, кто женаты, будет очень простая, чтобы мы исполнили Божье предназначение нашей жизни, быть правильными мужьями и женами, чтобы ребята выходили замуж, женились, девушки выходили замуж, чтобы у нас было все правильно и не стесняться этого, делать правильные вещи и быть открыты друг к другу. Последний вопрос. Хочу узнать вашу точку зрения по поводу реабилитационного центра, что там как бы у нас есть в церкви реабилитационный центр и как бы в одном помещении и девочки и мальчики и вообще можно ли как бы служителю оставаться с девушкой, которая только приехала молодая, красивая, наедине как бы отводить и общаться с ней. Вообще стоит ли это делать? Или для этого нужен женский служитель? или только женский служитель должен заниматься этими вопросами? Чтобы не скушал на сатана, лучше заранее предусмотреть такие вещи. Я думаю, что я ответил вопросом, когда я сказал, что я не подвожу никого в своей машине. Даже если это, ну как бы сказать, момент, если уже старится или еще как бы такая вот ее нужно подвести просто по служению и то пытаюсь я посадить ее на заднюю часть сидения не для себя, как бы так, вообще как бы по этикету это будет правильно. Следующий момент, я, если бы пастори, как пастор, как служитель, я бы вообще не разрешил бы репцентр иметь где, может, общий, 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 не позволю. Это, если в старые времена монахи делали целые туннели от мужского к женскому и, самое, то, вы понимаете, эрес до чего доводит, до тяжелых работ. Я понимаю. Вы, хочу, чтобы вы понимали, искушение есть искушение. Чтобы, дьявол искушает, то есть, плоть есть вперед. Смотрите, это заложенные Богом чувства. Но к чему нас искушает сатана? К чему? Не просто иметь секс, а к греху, то есть, приступить к правильному моральному закону Божию. Кто не женатый? И вас, я говорю, говорю вам, чтобы в избежание блуда каждый иметь себе что? Жену. Свою собственную жену. Знаете, и я понимаю, что сложно, особенно сейчас сложно ребятам. Может быть, нет работы, может быть, еще сестры смотрят на эти стороны таким образом. Но не получается, это не означает, что нужно позволять себе обращаться, вернее, это не означает, Продолжение следует...